Человек с никнеймом RealTig. Спасибо большое за донат. Осуждаем такой никнейм, конечно. Но посмотрим. Так. Перезаливы, что ли, какие-то? Гейм, я знаю, что там, Тома. Блин, жалко, а чё чел всё поудалял-то, блядь? А, да, блядь, звук я забыл наладить. Хотя он чё-то всё равно говно. Так, нормально вроде, да? Там перегруженный оригинал. Это не у меня. Обзорщика. О том, чтобы я снял выпуск по той или иной игре. И я, конечно, прислушиваюсь к этим просьбам. Но последнее время мне всю личку засрали сообщениями в стиле Здарова, фантом, твоё шоу такое охуенное, смотрим всей семьёй. Моя мамка хочет от тебя детей, я давно мечтаю о братике, короче, с ними опять Warface. Ну а я чё, без проблем. Благо дерьмовых роликов шкалаты, посвящённых Warface'у, на ютубе огромное множество. Мне на 500 выпусков вперёд хватит. И да, можете написать в комментариях, какую игру вы хотели бы увидеть в мамином обзорщике. Я, конечно, прочитаю всю эту кучу комментов, определю, чего вы хотите больше всего, и сниму сталкер. Потому что мне похуй, чего вы хотите. Я, блядь, люблю сталкер. Но сейчас у нас Warface. Погнали. Окей. Да какой школьник уже сейчас будет сталкером обозревать? Сейчас уже вообще никакой. Времена ушли. Времена пошли. Если вы думаете, что съёмка подобного шоу безопасна, то вы ошибаетесь. Я по улицам хожу, оборачиваюсь. Вдруг какой-нибудь мамина обзорщик найдёт меня и отпиздит. Хотя можно откупиться пивасом, как я и сделал на днях. Смотрите маминого обзорщика, подписывайтесь на Вангу. Охуёный пацаны. Окей, настало время посмотреть на школьников, играющих в Warface. У нас тут их целых два. Всем привет, с вами МС Вульф и Сэйлфокс Мастер. МС Вульф и Сэйлфокс 20 хуев в жопе, как вы вообще эти люди придумываете. Приставка МС меня немного напрягает. Не хватало нам любоваться очередным рэпером, как в прошлом выпуске. И сегодня будем продолжать играть в Warface. И мы решили вся жизнь снимать вдвоём. Вдвоём круче. Как-то для нас. Бля-а-а. Ну нам похуй. Да, я понял. Ну реально похуй. Ну мне нравится, а вам похуй. Как обычно. Многие зрители скидывают мне свои ролики, чтобы я их якобы сунул в выпуск и обосрал. С каких пор школьникам стало нравится, что их обсирают. Чёртовы копрофилы. Если ваш ролик идеально подходит для выпуска маминого обзорщика, то вам, вероятно, стоит прекратить снимать вообще. Хотя о чём я говорю. Вам всем похуй. Я зайду-ка против тебя, их мало. Ну заходи. А время вышло, прикинь. То есть мы только... Так, когда я зря зашёл. Ну получается, да. Сейчас будет вылетать и всё такое. Вот они, современные проблемы школьников. Вылетающая игра. Я в детстве на улице гулял, по гаражам прыгал, клей нюхал. Не было таких проблем вообще. Единственное, что могло вылететь, это мяч в окно какой-нибудь бабки. Мне не понравилось то, что я зашёл, мы проиграли. Ну ладно. Ну вернёмся, когда я ещё и выиграл. А я опять опты получил. Это явно лучшая победа в Варфейсе из всех, которые я когда-либо видел. С такими победами, да ромба, полагаю, лет сто нужно качаться. Ну зато победа. Карта у нас поменялась. Теперь мы играем на стоянке. Я её не знаю. Может быть, Эльса узнает, но я, короче, за ним играю. Так, могу, полечу. Чё, чё, смогу думать. Ты мяч в игру что-то сделал? Ну да, чё-то мне с баналью захотелось выиграть. Куда ты стреляешь? Там кто-то был? Да, я убью. О, прикольно. Ну да, действительно прикольно. Прикольно не видеть врагов прямо перед собой или хотя бы на миникарте. И думать, что товарищ стреляет, блядь, по призракам. Там ведь нет никого. Ну-ка, у меня карта, кстати. Так. Надо её изучить будет. Да, 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 банально, но лучше бы, сука, уроки в школе изучали. Ну-ка, да. Снимаешь, что на географии их спросят, где находится ящик на карте в Варфейсе. Я просто бегаю по карте, ищу. Вот она, основная задача медика. Просто бегать по карте и искать. А вы, наверное, думали, он должен товарищам по команде помогать, да? Не, нихуя. Просто должен искать. Не знаю, что. Артефакты, блядь. Ааа, меня слили, сдали. Прямо в хэдшот легко. Но это что это было? Я его разучусь играть, что ли? Офигеть. Каждый раунд говной. Ёлкин-палкин. Вот это он задро. Скажи, пожалуйста, мне МСВ. 0-5, хороший счёт. Но один нет. Нет. Ладно, тут ясно, что второй чувак являет мечта всех кланов Варфейса. Величайший игрок. Правда, разучился играть, и каждый раунд в говне, Ёлкин-палкин, всюду задроты. На самом деле, эти два чувака вполне себе адекватны и вообще лапочки. Просто многие из вас просили спокойный выпуск, чтобы без всяких таморов и матов. Ну вот, вы получили, что хотели. Мы посмотрели на спокойных школьников. А теперь, теперь будет пиздец. Готовьтесь. Серьёзные разборки серьёзных пацанов. И, да не агритесь вы, чё вы, не знаю, как дети. Да, 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 всё как вы поняли. Одни школьники называют других школьников школьниками. А те, что, в свою очередь, называют этих школьников школьниками. Это, блядь, хитровыебание, чем фильм «Начало». Я не знаю, как разобраться во всём этом балагане. Они даже сами не могут понять, против кого каждый из них. Потому что у всех одинаковые детские голоса. Одинаковые голоса маленьких девочек. Агрошкольник ебаный, блядь. Да, чё, приезжай в Казань, там навстречу поговорим. Да чё, ему папа не разрешит. А тебе папа разрешит. Разрешит получить пиздюли, если услышит, как ты матом орёшь. Приезжай туда, приезжай сюда. Серьёзно, представьте такую ситуацию. В какой-нибудь игре школьник говорит, что приедет в ваш город и мамку вашу выебет. А потом вы вдруг приходите навестить свою мамку, а её реально ебёт школьник. Вот так поворот будет, да? Да ладно, они кроме своей руки или руки друга ничего выбыть не могут. Руки друга. Дерьмо твоя мать. Дерьмо твой отец с матерью кушает. Охуенно. Бля, твои стули просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Одна стули охуительней, другой просто, блядь. Ты сука, сука, ты моя пизкля ебаная. Сволись на ебало. Пизкля, сука, какая-то бельякает. Я не знаю, законно ли согнать всех этих геймеров на какую-то сходку, а потом скинуть на них бомбу. Думаю, все будут только за. Вы учили слова такие, да? И умеют так говорить. Ой, какого это было. Крутая мальчик, что-то сказал там. Ты можешь мой рот закрыть, а? Рот ты сейчас закроешь, чмо-то порылаем. А, ребят, не указай. Я послал. Пизденька. Закрошу рот, а ты мне дать тебе твой рот заткну хуем. Я тебе твой рот заткну хуем, блядь. У меня есть подозрение, что единственное, что он сможет заткнуть своим хуем, это вход для микрофона на компьютере. Рот закрой, закрой мне, блядь. Ты сейчас закрой свой, блядь, блядь. Маленький-тоненький, типа. А что, мама на работе, что ли? Что-то вы все заматерили, школьники. Ну их нахуй, это жесть какая-то. И вот реально в Варфейсе подобные ситуации не редкость. Потому что в основном в игру играют только школьники. Игра ж бесплатная, да и компьютер особо мощный не нужен. В Варфейс даже банкомат потянет. Но хрен с ним с Варфейсом. Проблема вся именно в наших юных дарованиях. Чтобы вы не сомневались, какими же ебнутыми бывают игроки, я покажу вам еще один ролик. Что ты в эту пиздук? Блядь. Что ты тут делаешь? Пошел нахуй в мой дом. Мой, моя семерка. Выпьете, что ты за какой-то? Ты что, ты что? Ты что клавиатуру ломаешь, блядь? Нахуй! Пой, пой, нахуй в мой дом! Тиака, ебаная, блядь! Я уже не могу кричать, у меня голос сорван. Я даже не знаю, как восстановить вашу психику после увиденного. Так, надеюсь, теперь вы успокоились. И вам не хочется выйти на улицу, подойти к ближайшей школе и сжечь ее нахуй. Я люблю! Ни хуя! Ни хуя, я не спокоен, я полицачка! Блядь! Иди, блядь, сюда! Хотя огнемет явно не помешал бы. Ладно, народ, пришло время для подведения итогов всего выпуска. Я и так вам слишком много безумия показал. Все школьники получают 100 ударов по жопере и мнем, и я не знаю, что тут еще оценивать можно. На этом девятый выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы ролики выходили еще чаще. Добавляйтесь ко мне вконтакте и вступайте в нашу группу. Пока! Прекрасно. Честно, не знаю, что тут можно, конечно, сказать вообще. Школьцы, они по-своему и... Кринжовые, и забавные, и... В общем, ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова